Привет! Меня зовут Анна Каферина. Вы на моём канале YouTube, посвящённый имиджу и стилю. В продолжении своих предыдущих видео хочу сегодня рассказать про свой видеоэксперимент. Эксперимент состоит в том, что я недавно начала увлекаться астрологией и решила проверить на себе воздействие теории о том, что каждому цвету принадлежит определённая планета, которая покровительствует определённому дню в неделю. И если надевать в этот день недели специальный цвет, который сочетается с этой планетой, то вам в этот день будут сопутствовать удача, успех и дополнительные бонусы, соответствующие, собственно, этой планете. Так вот, сегодня четверг, третий день моего эксперимента. И сегодня я одеваю золотое. Надо сказать, что с золотым цветом у меня вообще самые большие трудности. Я его не люблю, он совершенно не подходит мне по цветотипу, по психотипу. И, ну, в общем, у меня с ним сложные отношения, я его ношу крайне редко, в каких-то специальных случаях. Но раз уж пошёл эксперимент, и сегодня день Юпитера. Юпитер отвечает за оптимизм, за рассвитие, за духовность, за мудрость, ну, в общем, за какие-то прям такие высокодуховные, высокоморальные принципы. Но в то же время, в этот день, как я нашла на просторах интернета, потому что у меня нет какого-то гуру, которого я слушаю, почитаю. В общем, на просторах интернета пишут о том, что в этот день стоит одеть, там, условно, платье золотистого цвета или золотые украшения, и отправиться куда-то повеселиться. Что, скажем, сложновато в четверг для простого работающего гражданина пойти потусить. Собственно, поскольку у меня сложное отношение с золотым цветом, в своём гардеробе я не смогла найти нечто золотого цвета, поэтому перерыла весь интернет, что же делать в таком случае. Собственно, в рекомендациях было надеть что-нибудь золотое, поэтому я выбрала вот такое украшение золотистого с червоным цветом, с камнями белыми и стразами. И плюс у меня нашёлся небольшой золотой тоненький браслет. Его я надела тоже. Серёжек никаких нет, потому что просто у меня нет ничего золотого. И обручальное кольцо из белого золота. Собственно, всё. Ну, надо сказать, что в четверг нужно носить из жёлтого золота. Плюс надо было учесть такой момент, что можно носить, в принципе, и любую одежду повседневную, но снабжать её золотыми, жёлтыми украшениями. И стараться не надевать тёмных вещей. Но поскольку у меня в гардеробе, ну, во-первых, мало золотого, собственно, вот это всё, что я нашла. И очень сложно это сочетать с тем, что у меня есть. Мне пришлось надеть чёрный, потому что выглядеть ужасно в несочетаемых цветах я не могу себе позволить. Так, но чтобы светлое что-то надеть, я надела светлую принтованную юбку-карандаш и таким образом разбавила свою чёрную водолазку. Что скажу? Какие мои ощущения? У меня был позитивный день, который начался с самого утра, прямо на работе, что странно, обычно на работе мы как-то ненавидим тихо друг друга по утрам, а тут мы всё утро ржали, прямо в голос, и, ну, какие-то приколы друг другу рассказывали. В общем, эта ситуация заразила меня, моего мужа, коллег в офисе. В общем, день прошёл как-то удачно, легко, и, надо сказать, да, на оптимизме. Что ещё? В общем-то, всё. Завтра будет день четвёртый моего эксперимента, завтра день Венеры, женский день, когда нужно проводить всяческие походы к косметологу, ухаживание за собой. Ну, в общем, стоит устроить такой девочкин день. У меня такого не будет, потому что я снова пойду в офис в пятницу, вечером у меня придёт сборщик мебели собирать шкаф, и единственное, пожалуй, что я смогу сделать, дабы ублажить Венеру, это сделать вечером уже в ночи какую-то маску на лицо. Собственно, чем я и займусь. Вот как-то так. На этом заканчиваю свой сегодняшний отчёт, и смотрим завтра, ждём, что будет завтра. Пока!